230 тысяч рублей за 8 дней необходимо собрать на лечение двухлетней Саши Шишкиной. Еще при рождении у девочки в результате кислородного голодания мозга были нарушены функции организма. Ребенку необходимы средства на повторное обследование в немецкой клинике. Мама Саши вновь просит о помощи. Сразу после рождения девочки ее мама обращалась в московские клиники, но там врачи браться за тяжелый случай отказались. В годовалом возрасте маленькая Саша прошла лечение в немецкой клинике. Средства помогли собрать неравнодушные люди. Там подобрали курс препаратов, которые улучшили состояние ребенка. Для повторного обследования немецкие врачи ждут Сашу с мамой 8 декабря. На поездку осталось собрать 230 тысяч рублей. У нас сильнейшие судороги, которые останавливают развитие ребенка. У нас после поездки в Германию была очень хорошая сдвига, она начала ползать. Мы попали в реанимацию и на тот момент у нас не было немецкого препарата, он кончился, нам не прислали еще. И ее до такой степени накачали лекарствами, что она выдала остановку дыхания и сломали ногу в реанимации. По словам мамы, сейчас Саша восстанавливается, держит голову, улыбается и сама ест. Но уже два месяца девочку мучает кашель. Надежда на выздоровление на немецких врачей. Если сейчас данные средства не соберутся, и ребенок на данный момент не попадет в клинику, ее просто это может убить. Просто ребенка это может убить, потому что неизвестно, когда немцы выставят следующий термин. Это может быть в следующем году, может быть летом, может быть в следующей зимой. И средства у нас уже будут, но ребенок может потерять все, что у нее было набрано. Любой северодвинец может помочь маленькой Саше. Как это сделать, можно узнать по телефону 8 902 195 92 91 или в группе социальной сети ВКонтакте. Евгения Карелина, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.